В самолете, направлявшемся из Тамбула в Шемкентове, пассажир пожаловался на диарею. Оперативно среагировавшие на сообщения специалисты отдела санитарно-карантинного контроля немедленно организовали проверку и выявили у пассажирки симптомы холеры. Первичные признаки заболевания – понижение температуры тела, зноб и слабость. Женщину тут же изолировали. Это легенда учебно-тренировочного сбора отдела санитарно-карантинного контроля по городу Шемкенту. Цель учения – отработка взаимодействия различных служб в случае обнаружения инфекционного заболевания на воздушном судне. По словам специалистов, в аэропорту регулярно проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Ежедневно к нам в Шемкент прибывают 2-3 авиарейсы из-за рубежа, в том числе из Турции, Индии, Египта и арабских стран. Прилетают чартерные самолеты с других направлений, а также осуществляются плановые авиарейсы. Как только самолет приземляется, к нам поступает сообщение. Если это зарубежный рейс, мы после открытия салона самолета мы спрашиваем генеральную декларацию. Потом интересуемся, есть ли среди пассажиров люди с температурой или больные, и в зависимости от ситуации приводим дальнейшие действия. Последний раз сотрудники отдела санитарно-карантинного контроля выявили инфекционные заболевания у гражданина Вьетнама. Тогда, согласно регламенту, специалисты вызвали оперативную группу и, изолировав больного пассажира, предотвратили распространение инфекции. В прошлом году мы выявили больного пассажира, прилетевшего из Вьетнама. Нас предупредили за полчаса до посадки самолета, и мы уже в полной готовности встретили прибывший порт. У мужчины был бессимптомный коронавирус. Мы изолировали его от других пассажиров, а потом поместили на карантин. Как говорят специалисты санитарно-карантинного контроля, чтобы быть в постоянной готовности, такие учебно-тренировочные сборы проводятся каждый год.